жительница города прохладного елена позвонила мне попросила придать огласки факт вот всей которой она сейчас расскажет 18 марта у меня умерла мама вы обратились в такую организацию вы говорите городская городская похоронная служба муп муниципальная минимум на лицо хозяин станчу станчу так что фуфломецин сейчас не морг свойственно не закроет не закроет поймите за его спинами прокуратура вы ебнутый вы не понимаете куда вы лезете какие фсбшники какая прокуратура за его спиной стоит потому что у него друзья которые вместе с ним служили в одной сфере они работают в прокуратуре фсб они вместе с ним одна рука руку моет ты не понимаешь нет я не понимаю спасибо что вы у них заказали я заказала гроб заказала венки в полностью чтобы ее значит в морге обмыли сделали макияж и все 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 действия какие они должны предоставить мы за это все подождите какие действия они должны предоставить в морге умыть скупать сделать макияж как она называется это станчу организация вам пообещала в морге сделать ну конечно я же за это заплатила за все это называется в услуги входит но этого не было ничего подождите а в каком морге станчу сотрудники станчу могут такие вещи вам сделать и мы же не сказали нам они его увезли в какой-то к себе в морг какой к себе морг ну сказали что вы повезли к себе в морг устань что есть собственный морг ну наверное они же этого не говорят я же не проверяла в этот момент мне до этого было ходить проверять где у него морг есть или нет то есть вашу маму увезли из дому на какой период ну вот 18 и 20 они утром рано и и привезли на двое суток выходит до тела увезли на двое суток у вас сказали что в морг чтоб обмоют приведут в порядок сделать макияж и привезут перед этим позвонила значит эта женщина которая принимает сидит в похоронной службе она сказала мы все сделаем она не перед этим спросила по мере тела я ей померила и сказала метр тридцать восемь гроб метр пятьдесят и на тот день когда настал день похорон и они привезли тело в гробу гроб был метр восемьдесят пять там у меня мама вообще маленькая такая вот вообще прям ну бабка ну бабка восемьдесят восемь лет ну что с нее взять и там можно было еще пять человек положить я и так и сказала подушка с не соответствует и мы приехали к ним в сюда в службу их и она когда меня увидела она стала говорить у нас не было такого гроба я и она у меня перед этим спросила какой выбираете я показала вот этот вот хорошо но если ты знаешь что у вас такого нет и почему мне не сказала что у нас такого нет на этот момент хозяин пришел моментально пришел как будто он тут за углом стоял сколько у вас стоит мойка подожди ли а сколько мой это стоит как вы не знаете дайте мне прескуран с печатью со всеми делами с документами нет не надо мне это у вас должны быть ли у вас должно быть прескуран кто сколько стоит с печатью с вашей подписью не мне не накладная нужно накладной можно выдумать сколько хочется об цену вас должен быть прескуран должен как это кто в смысле человек должен прийти построить без крон то что это стоит в смысле мы вам сказали баб косметика вы не сделал вы даже не умыли не по у нас есть видео за что я спрашиваю 7000 косметика стоит 7000 за то что не помыли сколько стоит так вы не доплачивайте нам верните нам сумму другую вы минимум 20 тысяч нам должны минимум минимум должны нам 20 тысяч пошел вы не помыли вы косметику ей не сделали это же вот вы расскажите пожалуйста вас двойная цена спустить поднять что за цену у вас вообще покажите мне прескуран где это у вас написано заверено что вы такие суммы берете покажите это в день похорон когда уже люди подходят и я стою выбираю гроб матери это что такое и когда он стал гав я стала ему говорить и он звонит тут же к себе ну куда-то на склад и говорит срочно по такому адресу привезите гроб метр сорок и метр пятьдесят и привезли в моментально и я ему говорю еще и и даже не умыли за что вы деньги взяли он говорит такого быть не может я говорю ну вам еще это надо было сфотографировать я все сфотографировала что гроб грязный как бабку положили не умыту я и я и просто глаза не умыла вот и он то а вам обещали и умы они сделать макияж конечно что бальзамацию обещали бальзамацию нет я за это не говорила просто что сделать макияж чтобы бабушка была зная прилично да то есть ничего абсолютно не было об сколько вы заплатили за услуги девяносто восемьдесят девять тысяч восемьдесят девять тысяч это 90 даже 90 тысяч это гроб катафалл крест да 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 магия а могила копка могилы копка могила но меня поразило и плюс охранения двое суток да вот этим ну наверно да да но дело в том что когда я пришла все заказывать они мне не сказали какой-то материал положили в это в яму этот материал 5000 меня никто за это не предупредил и никто мне об этом не сказал а елена скажите пожалуйста такой вопрос у меня когда ваша мама умерла скоро приезжала конечно приехала скорая а он даже доктор и сказал зачем вам это похоронная служба вы можете сами формалин купить в 66 аптеке и три шприца обкололи ничего абсолютно не будет с человеком они в морг не стали забирать скоро нет конечно они мы просто сказали что обратимся в частную эту фирму они сказали но дело ваше а в морг вы не повезли получается маму государственный но в морг да ну нет они забрали и увезли вот сотрудники вот этого станчу да да на зеленой газели слушаете очень интересно да вот эта городская похоронная служба круглосуточно о чем не надо сказать Здравствуйте, девочки, а подскажите нам, пожалуйста, вот тут ко мне женщина позвонила, говорит, что у вас тут услуги, частный морг какой-то есть. Ну вот он и есть. Тело вы куда-то увозите, тела на сутки, на двое. У вас видео съемка включена. Да, да. Почему? Потому что мне так хочется. Прикиньте. И что? Правда это? Хотела спросить у вас, правда это? Ну у нас камера вот этого есть, хранение тела. Камера хранения тела у вас есть? Да. Вы там оказываете услуги, да, обмыва, грима. Что вы хотите? Хочу, чтобы вы мне пояснили, это правда, вы оказываете такие услуги. Вы же, Наташа, понимаете прекрасно, по какому вопросу я пишу. Это правда, вы оказываете подобные услуги? По хранению тела. Нет, ну вы же тоже о чем-то должны говорить, о чем тут вопрос. Мы вообще к вам не относятся. А вы сотрудник какой службы? А почему вы тут находитесь? Вы же понимаете, Наташа, я по какому вопросу. Я говорю, здесь аренду в помещении ваше. Вы можете обратиться к нашему. Я говорю, здесь аренду в помещении. Нет? Вы обратиться можете к нашему. Это я сама знаю, что мне делать. Мне скажите, вы на каком основании здесь находите? Я не могу вам дать точное ответ. Здесь какая организация находится? Нет, здесь какая организация вообще находится? Где ваш уголок потребителя, девочки? А? Покажите мне, пожалуйста. Я хочу ваш уголок потребителя увидеть. Девочки, подскажите. Сейчас подъедет ваш хозяин? Вы же нам хозяин. Ну, он должен приехать. Они же сообщили. Подскажите, пожалуйста, где уголок потребителя у вас? Теперь я могу спокойно разговаривать. На тот момент, когда я пришла в тот день похорон, я не могла разговаривать. Подождите, я хочу понять, кто здесь занимается предпринимательской деятельностью. Где ваш уголок потребителя, девочки? Подскажите мне, пожалуйста, подскажите, давайте свой телефон сюда, мой? Да. Интернет работает? Окей, Google сделает дежурную часть. Когда мы приехали на кладбище, вот этот материал лежал. Ты же мне ничего, Наташа, не сказала за него. А он стоит пять тысяч. У людей денег нет, и они сами как могут и хоронят. Вы с меня такие деньги взяли. Почему мне не сказала, будет материал. Люди пришли, говорят, а что, такие обычаи сейчас? Ну, пять тысяч, это деньги. Я за них работаю полмесяца. Наташа, ты бы хотела, чтобы, вот, не дай бог, чтобы у кого такое горе случилось, ты бы себе это сделала, там, своим каким-то родственникам, не дай бог? Ты бы пожила? Мы находимся сейчас в помещении, в котором вот Елена заказывала все услуги, в котором якобы предприниматель стача, но это неизвестно, потому что уголка потребителя здесь нигде нет. Но, тем не менее, вот здесь находится стол, вот стол, в котором сидит, по сути, регистратор МУК. Вот она здесь выдает справки. Справки о смерти. То есть все граждане, у которых умирают родственники, близкие, друзья, то есть занимаются непосредственно похоронами, приходят в этот магазин элементарно для того, чтобы взять справку. Они вот сейчас убежали, девочки. Только что они здесь были, я на другую камеру снимала, здесь вот их все тетрадки, все их бумаги здесь находятся. И, соответственно, все попадают в магазин с Танчо. Тут взяли справку, тут повернулись, сразу люди, близкие, умерли. Вот, пожалуйста. И вот такая история о капу Елены потом. Непонятно, где они хранили двое суток это дело. Но непонятно, на каком основании они оказывают услуги, на которые не имеют права вообще. Вот что происходит. Ни уголка потребителя, ничего. Ну и в конце я хочу внести некоторые уточнения, потому что видео нами было снято до выяснения некоторых моментов. Хочу пояснить, что некий Станчо юридически не имеет никакого отношения к данному магазину. Магазин оформлен, то есть там работает некая Лисовская Валерия, продавщица Наталья. Она у нее также оформлена на работу, есть трудовой договор, который мы в конце концов все увидели. Гигантским вот таким венком, огромным больше меня ростом был прикрыт уголок покупателя. Уголок потребителя это, можно слабо сказать, дощечка, где в файлике были вложены документы. Кроме правоустанавливающих документов на помещение, то есть там нет ни договора аренды, ни права собственности, либо то, либо то. Так вот, я хотела уточнить, чтобы не было ни у кого вопросов, что юридически некий Станчо не имеет никакого отношения к данному магазину. Но тем не менее, девочками было отснято видео, которое дает понять, что именно этот человек является выгодополучателем в данном магазине. Он отдает распоряжения, связанные с возвратом денежных средств, связанные с выдачей чеков. И либо он оформлен на работе, либо он является выгодополучателем. Но тем не менее, он абсолютно точно имеет какое-то значимое отношение к данному магазину. Кроме того, я хотела поставить вопрос, и прошу считать это видео официальным обращением прокуратуру, правоохранительные органы. И прошу провести проверку. Я подозреваю, возможно, существует некий сговор с целью наживы между группой лиц. Я прошу проверить деятельность муниципального унитарного предприятия «Цветущий сад», которое оказывает ритуальные услуги населению государственные. Я прошу проверить и Пылесовскую, которая занимается предпринимательской деятельностью, а также проверить, какое отношение некий Станчо имеет к данному предприятию. Также прошу проверить информацию о наличии частного морга, где оказываются услуги по подготовке тела к погребению, что является прямым нарушением закона. Такие услуги оказывать не может частный предприниматель. Нет у него таких прав. У нас государственный морг, 7 суток, хранить тела бесплатно. Подготовка тела по ОМС также включена у нас в государственные услуги. Вам должны тело выдать в надлежащем виде. Чисто одетое, как положено. Это прописано в законе. Продолжение следует...